Часто приходится слышать такое выражение «идет грибной дождь». И вроде бы все понимают, о чем идет речь, хотя на самом деле не все так просто. Известный отечественный лингвист Дмитрий Ушаков писал в своем толковом словаре, что грибной дождь – это тот, который идет при свете солнца. Ну, об этом мы и так знали. А при чем же здесь грибы? И почему вообще такой дождь называют грибным? Давайте попробуем в этом разобраться. Грибной дождь никогда не бывает ливневым и всегда идет, когда светит солнце. Он обычно спокойный и мелкий. Писатель Николай Сладков сравнивает грибной дождь с теплым душем через частые ситечка. Также знаток природы Константин Паустовский в своей книге «Какие бывают дожди» отмечал, что лесной перегной и мох впитывают этот дождь не торопясь и основательно. Поэтому после него грибы начинают буйно расти. Конечно, грибы растут постоянно. Однако, например, после ливня воды оказывается слишком много, поэтому грибы попросту начинают гнить. Таким образом, только теплая погода вкупе с умеренной влажностью создают прекрасные условия для роста и развития гриба. Эту особенность знали наши предки, когда отправлялись на тихую охоту после теплых мелких дождей. Вот поэтому их стали называть грибными. А совсем недавно сотрудники университета Майами обнаружили, что дожди в прямом смысле этого слова могут быть грибными. Согласно опубликованным материалам исследования, ученые выяснили, что грибные споры, высвобождаясь, собираются во влажном воздухе и формируются в облака, после чего они выпадают на землю вместе с дождем. Благодаря этому явлению ареалы, занятые теми или иными видами грибов, расширяются. Кроме того, осадки, насыщенные спорами грибов, способствуют быстрому росту и развитию этих живых организмов. Примечательно, что дожди стимулируют образование как самих спор, так и их высвобождение. Цикличность данного процесса во многом объясняет тот факт, почему именно после таких дождей появляется наибольшее количество грибов. Но несмотря на то, что после грибного дождя грибы показываются из-под земли уже через несколько часов, на охоту за ними лучше все-таки идти через 2-3, а то и через 7 дней. А все потому, что каждому грибу необходим свой срок для достижения полной зрелости. Маслята, к примеру, готовы уже через 2-3 дня. По досиновикам необходимо 5 дней, а белому так вообще неделя. Именно тогда грибы значительно прибавляют в росте и весе. Как правило, этому способствуют не только теплые погодные условия, но и умеренная влажность, которая и образуется благодаря тихим грибным дождям. Ну что, дождемся дождичка и погрибы?